доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня предлагаю вам посетить с обзорной экскурсии новый проект который расположен на платформе 5м и называется criminal los santos роли play данный проект мне понравился он меня заинтересовал и в общем то вот на этой вот почве хотелось бы поделиться чем-то с вами увиденным то что я увидел то что хотелось бы может быть увидеть но и вообще в принципе сделать такой-то обзорчики поразмышлять так сказать мысли вслух по поводу данного проекта данного направления ну и давайте потихонечку на него заходить естественно начнем мы с меню персонализации локации для изменения настроек нашего персонажа как вы можете заметить выбрана точка появления то есть аэропорт не знаю хорошо ли это или плохо но проект еще только в начальной стадии может быть в дальнейшем разработчики подберут какой-то более интересный может быть красивый интерьер не знаю но пока это выглядит вот так ну начнем наверное с минусов данной менюшки данное меню персонализации из минусов могу отметить отвратительное управление персонажем то есть крутить его вправо-влево приближать очень и очень сложно справа вы видите есть маленькие вот такие иконочки вот на них то надо нажимать что-то они обозначают на самом деле не всегда понимаешь что они обозначают повороты персонажа вправо-влево осуществляется достаточно кривовастенько разобраться в какой момент надо приблизить и персонажа в какой момент отдалить тоже не сразу в этом можно разобраться действительно сделано не очень хорошо наверное это механически просто невозможно переделать на курсор чтобы мы могли курсором поворачивать персонажа вправо-влево приближать колесиком например там или зажатой кнопкой ну каким-то другим образом здесь сделано вот таким механическим образом да то есть через нажатие каких-то определенных клавиш там лицо нарисовано да целый человечек нарисовал стрелочки вправо-влево это очень очень я вам скажу неудобно не непонятливо не интуитивно как-то но сделано не очень хорошо на самом деле не знаю будут ли разработчики переделывать это но вот на данный момент мне это очень дело не понравилось но надо также отметить что это единственный минус вот в этой его системе персонализации нашего персонажа потому что все остальное мне очень очень понравилось настроек огромное количество огромное действительно вы можете прямо в меню настраивать и ширину толщину рук ног если что-то где-то просвечивает я правда в этом не сразу разобрался не все потрогал потому что ну действительно настроек очень много вы выбираете одежду и тут же у вас есть и другие текстурки для этой одежды другие цвета для этой одежды количество просто меня покорила действительно особенно я бы наверное это даже на отнес не к плюсу наверное все таки к минусу это огромное количество одежды просто действительно огромное мне кажется что вся одежда которая есть на проекте вы ее можете использовать прямо здесь в начальном меню персонализации на месте разработчиков я бы конечно это дело все урезал вы сейчас можете заметить как выглядит это меню да какие есть настроечки ну и я наверное буду все таки очень быстро прокручивать одежду потому что ее но огромное количество действительно огромное я не знаю я Я не видел такого меню действительно ни разу. Да, я видел, где есть там выбор из 20, может быть, там, может быть, из 30 видов каких-то предоставленных разработчиками одежды, да, там, вверх, вниз, майки, там, брюки, даже какие-то масочки иногда предлагаются. Здесь просто вы можете выбрать все, что есть на проекте. Ну, и еще раз скажу, что я бы, наверное, все-таки это урезал, потому что, ну, это, это как бы убивает интерес игрока к вообще одежде на проекте. Потому что вы изначально можете подобрать себе все, что угодно, вот действительно все, что угодно. Любую маску, любые штаны, любые ботинки, все-все-все здесь есть. Действительно теряется интерес к магазину. И я действительно уже после вот этого меню ни в один магазин на проекте, имеется в виду магазин с одеждой, не заходил. Потому что есть вот такое вот меню, где вы сразу же изначально можете себе подобрать. Ну, и еще один, наверное, минус, вы заметили, что персонаж сразу же появляется в майке. Не голышом, в трусах, как это обычно бывает, а уже в майке. А эта майка меня мешает для настройки тела человека, да, там волосяной покров, там, например, какой-то сделать узор из этих волос. Ну, такая вот фишечка, она есть, но майка это дело закрывает. Это тоже такая вот недоработочка. Майку надо, наверное, убрать. И я, на самом деле, даже не понял, как эту майку убрать. Майка не убирается, не знаю. Ну, опять же-таки, надо повториться, что проект недавно открылся и еще все дорабатывается. Тем не менее, вот такие вот косячки есть. Ну, а все остальное, как я и сказал, буду прокручивать очень быстро, ну, очень много всего. И просто, если здесь стоять в этом меню персонализации и все потихонечку рассматривать, займет часа два. И я нисколько не утрирую, действительно, очень всего много. Я даже не смог все рассмотреть, уже начал в конце просто быстро-быстро-быстро перелистывать вниз, чтобы быстрее это все закончить. Потому что, действительно, вся одежда на проекте, все здесь представлено. Ну, и давайте уже заходить. Ну, и как я уже сказал, местом появления выбран аэропорт, что, в принципе, достаточно нормально. Но эта же локация является и заставкой в меню кастомизации. Ну, ладненько. Появляемся на проекте и давайте первым делом рассмотрим карту. Карта выполнена вот таким вот образом. Достаточно тоже уже распространенные явления. Цветная карта. Я их обычно не одобряю. Просто потому, что на ней очень сложно, на пестрой карте очень сложно искать какие-либо иконки. Иконочки здесь мелкие. Выбран очень мелкий формат иконки. Поэтому, ну, вот, смотрите все сами. Но есть огромный плюс у этой карты. Куда бы вы ни нажали, выскакивает пояснительная табличка. То есть, вы выбираете какое-то рабочее занятие, да, какое-то место, какую-то локацию, да, и выскакивает пояснительная табличка. Я это вижу первый раз. И это очень интересное решение. То есть, если вы хотите узнать поподробнее, что же это за точка, да, не только по иконке, а еще и узнать действительно подробно, что это такое, в левом верхнем углу выскакивает табличка. Таблички такие есть не на всех иконках пока, но авторы говорят, что это просто еще не доработка. Не хватает времени, чтобы, как бы, прописать на все иконки вот такие таблички. В дальнейшем они будут везде такие. Это очень удобно, особенно для новичка, который не может понять, куда и что ему идти. Эта табличка выскакивает и все поясняет. Нужна ли лицензия, какой инструмент нужен, что это за точка. Здорово сделано. Действительно, вижу первый раз и очень это мне понравилось. Да и в целом, карта почти полностью переведена и единственный ее недостаток, как я уже сказал, это очень мелкие иконки. Ну, а в целом, вот такая вот карта. И вот эта вот фишка с пояснительными табличками мне действительно очень понравилась. Ничего подобного на просторах GTA 5 я не видел. Да и вообще, в плане интуитивности и первой помощи новичку, да, у проекта есть все задатки стать одним из лучек, потому что и вот эти вот всплывающие окошечки в карте, да, и вот вы можете заметить слева, на экране всегда горят клавиши взаимодействия, среди которых есть клавиши, по-моему, F10, нажав на которые вы сможете прочитать всю необходимую информацию, какая вас интересует. И про клавиши взаимодействия с игроками, и с машиной, там расписано все. В общем-то, проект достаточно интуитивный и идет навстречу к игроку, что я всегда отмечаю как положительный фактор. Ну, а вот что мне не понравилось, так это как мне покинуть аэропорт. Вот тут разработчики что-то не продумали. На сервере нету никакой системы аренды транспорта, нету каршеринга, и на данный момент нету даже такси. То есть покинуть аэропорт нету никакой возможности. Ну, кроме криминальной, естественно, которой мы коснемся вот чуть-чуть попозже. Но, как я выяснил потом, есть возможность уехать с аэропорта на метро. Но информации об этом нету никакой. Я даже не подумал об этом, что можно на каком-то общественном транспорте отсюда уехать. Оказывается, здесь работает метро, полноценно работает метро, вы можете спуститься и переместиться на какую-то из станций. Тоже есть такие свои недоработки, потому что, ну, я понятия не имею, на какую станцию мне надо ехать. Я же не живу в Лос-Антесе, не знаю. Ну, а вот на другом виде какого-то транспорта, да, там арендного или каршерингового, ну, здесь пока ничего нету. Как я сказал, даже такси нету. Казалось бы, можно, в принципе, убежать отсюда, но здесь есть система прокачки. Достаточно сложная система прокачки. То есть, если вы носите тяжелые вещи, вы качаете силу, если вы бежите, вы качаете выносливость. Так вот, выносливость у меня никакая. И я задыхаюсь через каждые 5 метров. То есть, бег тоже мне не помощник. Но здесь есть возможность отжать машину у бота. Не каждую машину можно отжать. Какая-то машина закрыта, вы ее не откроете. Какие-то можно открыть. То же, как вам повезет. Есть такая система рандома, что ли. И еще одна система, это взаимодействие с NPC. То есть, NPC-шка может вызвать на вас полицию. И если нету на проекте игроков за полицейских, да, то приедут игроки NPC. А те с вами разбираться не будут и сразу же вас завалят. Поэтому, опять же-таки, на свой страх и риск. Но мне ничего не оставалось, как вот отжать вот эту красненькую машинку и дальше уже ехать на ней. Потому что, ну, бежать я тоже не могу. Конечно же, на месте разработчиков нужно что-то вести. Да, может быть, система аренды уже морально устарела. И, да, и действительно, наверное, уже на просторах реальности мы не увидим никакой системы аренды. Да, сейчас все пользуются каршерингом. И, наверное, что-то в таком вот виде, наверное, надо вести все-таки на проект. Чтобы игрок, заходя, мог что-то себе арендовать и уже не переступая криминальную черту, да, с первых шагов, как бы, как добропорядочный гражданин мог проследовать и ознакомиться с окружающим миром. Ну, а мне ничего не оставалось, как вот отжать у бота машинку и поехать на ней. А поехал я на ней в некий центр лицензирования. Ну, выглядит центр лицензирования так себе. Ну, такой интерьерчик мы уже видели. И к менюшке есть несколько вопросов, потому что она достаточно плохо читаемая и мелковатая. Вот. Ну, оставим это все, как бы, на совести разработчиков. Может быть, сделать покрупнее и посимпатичнее. Это уже, как бы, посмотрим потом. Но что из себя представляет этот центр лицензирования? Первое, что бы хотелось сказать, это двойная система оплаты. То есть, здесь есть категории водительских удостоверений. Но вы можете не покупать их здесь, а поехать в автошколу и сдать дешевле. И тогда, возвращаясь сюда, они здесь исчезнут. И вторая схема – это покупка лицензии на частную деятельность, добычу ресурсов и тому подобное. Рыбалку, охоту, здесь много чего есть. И опять есть такой некий нюансик. Они берут только наличку. То есть, такая, как бы, коррупционерная система, что ли, они по безналу не принимают. Вот только наличечку неси, пожалуйста, и все. Достаточно интересное решение, на самом деле. Может быть, еще сюда поставить какую-нибудь NPC-шку анимированную, и будет выглядеть еще красивее и интереснее. Я бы еще, правда, поработал над менюшками. Менюшка очень мелкая, и цветовая палитра тоже вызывает сомнения. Но интерес в самом замысле этой вот штуки, да? Вы можете просто прийти и купить лицензию на вождение, не заморачиваясь с автошколой. А можете сэкономить и поехать сдать на права. Я же выбрал второй вариант. Подобную схему я показывал и хвалил еще на проекте GTA Live. Там тоже вы можете просто, открыв телефон, купить себе лицензию. А можете поехать в автошколу и там уже сдать, но гораздо дешевле. То же самое есть и здесь, но выполнено вот таким вот образом. Меня же лично в этой схеме подкупает нелинейность и возможность выбора самим игроком. Хочешь так, а хочешь этак. Здорово сделано. Ну, осталось подработать немножко антураж и вот атмосферность. Ну и, конечно же, немножко поработать над менюшкой. Ну, едем в автошколу, которая, в свою очередь, выглядит вот таким вот образом. Ну и интерьер мы могли видеть, например, на таком проекте, как GTA.com. Да, но сам скрипт автошколы совсем другой, отличающийся от проекта GTA.com. И в чем же его отличие? В том, что он обучающий, потому что здесь есть теоретическая сдача. Вот так вот она выглядит. И вопросы, надо сказать, очень легкие. И вторая, это практическая часть, которая тоже вас продолжает обучать. То есть на каждом чекпойнте вы останавливаетесь и выскакивает какая-то поясняющая табличка, что, например, здесь разрешено ехать 80 км в час, здесь разрешено ехать 160 км в час. Здесь надо останавливаться, чтобы пропустить пешехода. Ну и вот так вот по чекпойнтам вы проезжаете и, так сказать, выслушиваете аннотацию. Маршрут очень длинный, особенно когда вы выходите на трассу, вы едете аж почти до, там, ну не до Палета Бэй, но не доезжая его, разворачивайтесь, едете обратно. Сдавать надо на три категории А, Б и С. На всем транспорте один и тот же маршрут. Поэтому, в общем-то, долго на нем мы останавливаться не будем. Прекрасно понимаю, что вряд ли разработчики что-то будут с этим делать. Но на самом деле это не самая лучшая вариация автошколы. Просто по той простой причине, что сдавать надо три раза, и маршруты очень долгие. А я всегда говорю, что в этом нет никакой необходимости. Гонять игрока, там, по 20-30 минут по проекту, ну нет никакой необходимости. Но я уверен, что этот скрипт никто трогать не будет. Скорее всего, он так и останется. И последняя придирка по автошколе, это опять очень мелкая менюшка. Ну, слава богу, что тут менюшка выглядит всего из одного пункта, но она все равно мелкая. Не знаю, почему разработчики экономят ее место и делают очень мелкие менюшки в тот момент, когда, в общем-то, это, ну, действительно, никакой роли-то не играет. Это можно сделать покрупнее, чтобы игрок не напрягался, чтобы спокойненько все прочитал. Но, ведь вы же не платите за монитор, почему делается все очень мелко, я не знаю. Ну, и, в общем-то, вот такая вот автошкола, вот такая вот сдача. Я выбрал категорию B и C, мотоцикл выбирать не стал. Не стал по той простой причине, которую я уже озвучил, что ездить надо очень и очень долго. А мне хватило и категории B и C, я накатался вдоволь, поэтому я ушел. И ушел я в поисках рабочих занятий, которые здесь есть. И первое, что меня удивило, это есть строительная площадка, но работы строителя почему-то нет. Зато я увидел там, пока ездил по строительной площадке, что на проекте реализована система движения вне дорог. То есть, как вы только съезжаете с дороги, ваша машина начинает буксовать. То есть, удрать от полиции по внедорожью не получится. Но есть машины с высокой проходимостью, которые мы коснемся чуть позже, если я успею их показать. Если вы покупаете внедорожник, то внедорожник ездит по грязи достаточно неплохо. Но легковушку начинает мотать. Как вы сейчас это могли заметить. Я повторюсь, что работы у строителей я не нашел. Хотя там есть точка приема материала от граждан. А вот самого рабочего занятия я почему-то не нашел. Хотя в магазине продается отбойный молоток. Наверное, это еще в разработке. Я так понимаю. Потому что метка на карте есть. Строительная площадка. Строительной работы нет. Следующее рабочее занятие, которое я посетил, это достаточно знакомый скрипт. Скрипт доставщика. Ну и как он выглядит, вы сейчас видите. Мы выбираем машинку, арендуем ее. И в случае, если вы возвращаете ее на место, вам эта аренда возвращается. Ну и сама работа сделана вот таким вот образом. По-моему, я ее уже где-то показывал неоднократно. Мне понравилась анимация, которая здесь есть. Я выбрал только грузовик. Я не знаю, есть ли анимации, например, на легковушке или на мопеде. Я не выбрал их. Но вот на грузовичке такие вот анимации. Достаточно прилично это сделано. Вообще, надо сказать, что на проекте собраны отличные скрипты. Вот действительно отличные. Да, я прекрасно понимаю, что авторы данного проекта собирают сборку. Собирают ее как бы с нуля. Начинают вот собирать из скриптов. Сами никто, естественно, скрипты не пишет. Новых скриптов мы здесь не увидим. Но то, что авторы сюда внедряют, надо сказать, это все отличные, не какие-то дешманские, никому не нужные, выброшенные на свалку интернета скриптики. Нет, скрипты все достаточно хорошие, и мы их еще коснемся по ходу этого обзора. Ну, а как выглядит рабочее занятие, вы сейчас видите. Из плюсов данной занятости могу выделить не только анимацию. Действительно прикольно сделано. Можно придраться к тому, как ведет себя тележка, но это ГТАшка, и в ней нет изначально такой механики катания тележки. Поэтому выглядит так, как выглядит. Зато она есть, эта анимация. Есть промежуточные действия. Мы подъезжаем на точку, открываем задние двери, берем эту тележку, катим до точки. Прикольно сделано, все здорово анимировано. По разбросу точек тоже претензий нет. Примерно 800-900, может быть, километр 200. Вот такой вот разброс между точками. Фармится достаточно быстро. По заработкам скажу, что заработки небольшие. Небольшие здесь вообще экономика. Если она не будет каким-то образом подналажена, то она достаточно суровая. Не получится так, заработать здесь сразу же миллион до неба денег. Нет. Но в защиту могу сказать, что дается хорошее количество подъемных. Этих подъемных хватает на то, чтобы, как в моем случае, сдать на все лицензии, прикупить какую-то лицензию частной деятельности и даже взять какую-то небольшую, там, ну, не особо навороченную машинку. Такую машинку начального уровня. На все это подъемных хватает. То есть, как бы, вот палка о двух концах, как это я люблю говорить, смотрите сами. Экономика достаточно сложная, но есть хорошие подъемные. Так как бы, разработчики заботятся о том, чтобы вы изначально как бы были и на колесах, и при деньгах. Но в дальнейшем надо зарабатывать. Зарабатываются денежки не очень просто. Этого мы еще коснемся. Ну, и также я, наверное, должен упомянуть, что никакой привязки по уровню прокачивания здесь нет. Все, что у вас ограничивает от того или иного рабочего занятия, это лицензия категории B, C, ну, или на мотоцикл. Вот и все. Можете заниматься абсолютно любым рабочим занятием, которое есть на проекте. Хорошо это или плохо, уж судите сами. Я, например, считаю, что это не самое лучшее решение, потому что, естественно, игрок выберет самое хорошо оплачиваемое и будет юзать только это направление. Все остальные рабочие занятия, сколько бы вы их не добавили, будут на проекте мертвым грузом. Это, естественно, это человеческий фактор. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Понятное дело, что мы ходим по проекту, смотрим, какое рабочее занятие, сколько занимает времени и сколько мы получаем с этого профита. И начинаем обузить, естественно, только это направление. Все остальное уже становится неинтересным. Поэтому я, например, не знаю, хорошо это или плохо. Вот сейчас как раз я и показываю следующее рабочее занятие, которое, в принципе, по деньгам чем-то схоже и с первым, которое я вам показывал, доставщик, а это мусорщик. В принципе, здесь чуть-чуть побольше пробеги, но чуть-чуть побольше зарплата. Там поменьше пробеги, но чуть-чуть поменьше зарплата. Опять же таки, все выбирать вам, игрокам, чем вы будете заниматься. Я думаю, что если немножко подостовернее, поконкретнее рассмотреть и то, и другое занятие, можно высчитать, сколько за час получаешь там, сколько за час получаешь здесь. Я этим заниматься не стал, потому что я просто смотрю, какие есть занятия. Ну, а это рабочее занятие. Мусорщик выглядит вот таким вот образом. Такое, например, мы могли увидеть на проекте Majestic. Если что, на Majestic вот здесь будет ссылочка, можете посмотреть. Там есть точно такое же занятие. Тоже так же мы подъезжаем к мусорным бачкам, собираем бачки, мусороутилизируем машину. В общем, вот таким вот. Здесь мне понравилось, что есть анимация. Когда мы подъезжаем, нажимаем кнопку взаимодействия, сзади открывается вот этот вот утилизатор у машины, туда бросаем мешки. Из минусов нет привязки направления анимации. То есть я могу повернуться задницей к бачку, и все равно анимация будет ковырянием в воздухе. Мешок появится из воздуха. К сожалению, нет привязки именно к бачку. Ну и отсутствие направленной анимации, это не критическая ошибка. И, в общем-то, это все зависит от самого скрипта. Но вот визуально это портит картинку, когда человека, особенно когда начинают активно фармить что-то, уже забивают на то, что происходит на экране. Ну и это выглядит не очень симпатично, когда мы разворачиваемся от бачка с задницей и начинаем в воздухе что-то ковырять. Это просто визуальная составляющая, которая составляет желать лучшего. Но есть что есть. Давайте смотреть дальше. А дальше я заскочил в магазин. Ну и пока я показываю вам, как выполнены здесь магазинчики, забыл упомянуть, что на работе мусорщика можно работать до трех человек. То есть это тоже одна из немаловажных фишек проекта, где рабочие занятия сплочают игроков, а не разлучают их. Поэтому вот, можно до трех человек. Двое стоят по бокам, один за рулем. Ну и так вот ездим, зарабатываем денежки. Чем больше человек, тем больше идет зарплата. Поэтому достаточно интересная фишка. Ну а магазинчик выглядит вот таким вот образом. Ничего особенного не могу про него сказать. В принципе, ну может быть, можно немножко стилизовать все ингредиенты, которые представлены в магазине, каким-то под одним каким-то вот стилем. Есть небольшой такой разброс по картиночкам. Ну и экономика вот тоже можно здесь посмотреть. В общем-то все стоит достаточно дешево. На данный момент жажда и голод отключены на проекте. Но все необходимое все равно в магазине можно приобрести. Приобретается вот таким вот несложным образом. Просто перетаскиваем к себе в инвентарь. Так же выглядит и инвентарь. С моей стороны придирка только одна. Это очень мелкие надписи. Ну а в принципе магазинчик как магазинчик. Двигаемся дальше. Ну естественно, что дальше нас ждет еще одно рабочее занятие, которых надо сказать на проекте просто огромное количество. И все, забегая вперед, я вам скажу, показать не смогу. Просто не успел я все их охватить. Следующее рабочее занятие это доставщик пиццы. Ну и достаточно знакомая локация подобрана. Я ее уже показывал. То же самое на одном из проектов было. Но везде доставщик пиццы гоняет на мопедке. Здесь разработчики не стали банальничать и ввели вот такую вот машинку. Не то чтобы это какой-то прорыв, да. Но согласитесь, это гораздо прикольнее. Когда машинка маленькая, прикольненькая, не жужжитая, разрисована в стиле этой же пиццерии. Нанесены на ней логотипы. Но и разработчики не стали на этом останавливаться. Они еще и наделили ее достаточно интересными характеристиками. Машинка очень шустрая. Она быстрая. Вы это сейчас можете заметить. Само рабочее занятие это тоже прикольное. Правда в нем есть небольшой баг. То есть вы подходите к двери, нажимаете букву Е, да. И там сразу же загорается взять из машины и тут же сразу же положить. Изначально вы должны взять из машины пиццу. Но это почему-то работает немножко неправильно. Вы сразу же подходите пустые к двери и нажимаете Е. И сразу же происходит появление пиццы и тут же исчезновение ее. Наверное, вот это еще разработчики не поправили. Есть такой небольшой косячок. То есть задумано второстепенное действие, да. Берем из машины пиццу, несем ее к двери. Но вы сразу же подходите к двери, нажимаете Е и все происходит. Я думаю, что это поправит разработчики. Но само рабочее занятие очень прикольно. И я скажу, что я на нем потратил больше времени, чем на всех остальных. Потому что мне действительно понравилась вот эта машинка. Как она гоняет, как она разрисована, как она выглядит смешно. Это действительно здорово. Если бы еще добавить какую-нибудь смешную форму этому доставщику, да. Не знаю, тоже какую-нибудь, может быть, итальянскую одежду подобрать ему. Но как это бывает в реальности, да. Приезжает доставщик разукрашенный и одетый в форму этой компании. Вот если бы еще и это добавить, ну да-да, вообще будет полный комплект на этом рабочем занятии. Ну а так, вот такая вот работа. И в принципе, она, наверное, состоит на одном ряду. Вместе с мусорщиком и вместе с доставщиком на грузовике. В принципе, по деньгам что-то примерно один в один получается. Да, опять же таки, это надо зайти и потестить как следует. Это, честно сказать, я не тестил. Сколько занимает время и сколько доход с этого рабочего занятия, я вам не подскажу. Но рабочее занятие мне очень понравилось. Я действительно с удовольствием гонял на этой машинке. Под конец даже умудрился ее в хлам разбить. Но меня удивила одна из точек доставки. Как вы можете заметить, я доставил прямо в автосалон. Ну и естественно, что я воспользуюсь случаем посмотреть, что же из себя представляет автосалон. И я должен сказать, пока мы входим в это меню и смотрим на него, что здесь рабочие занятия никак не лимитированы по таймеру. То есть вы можете, проезжая там какое-то интересное место, зайти в него, посетить спокойненько, посмотреть, делать какие-то свои дела. Нету никакого ограничения, да, там если вы через минуту не вернетесь в машину, то все, пипец, все пропало нахрен. Нет, спокойненько занимайтесь своими делами, параллельно занимаясь рабочим занятием. Это я всегда одобряю. Ну и вот как выглядит здесь автосалон. Опять, придирка по мелкости менюшки. Но зато все остальное выглядит сверх красиво, я бы так сказал. Есть картиночки автомобилей, да, и посмотрите, на каком фоне стоит это все дело, да. Я даже, честно говоря, не знаю, что это за арена такая. Даже не знаю, что это за локация, если честно. Не знаю, действительно, я эту вижу локацию первый раз. Здорово поставлена сама машинка, да. Вернее, даже не сама машинка, а направленность света на нее, да. Специально для того, чтобы машина... Здесь стоит автопрокручивание. Это не я кручу, это она сама крутится, да. И вот чтобы она в этом автопрокручивании сверкала разными лучами, да. Переливалась все изгибы машины, чтобы можно было увидеть. Прикольно сделан. Действительно, магазин очень прикольный. По характеристикам они по центру экрана. Здесь есть зависимость от багажника, но пока я не нашел характеристик багажника, да. То есть, почему нужен багажник, посмотрим чуть позже, но он здесь действительно играет важную роль. Ну, а транспорт вы видите, да, как и обычно бывает на платформе 5M. Здесь есть категории автомобилей, в которые мы заходим, и там уже представлены автомобили этой категории. То есть, внедорожники, помните, я говорил, да, что здесь реализовано дорожное покрытие, да, и вне дороги, да. То есть, грязь, где на легковушке вы будете застревать. Так вот, здесь надо смотреть на этот показатель, да. Но, естественно, если вы хотите ездить по бездорожью, вам надо обратить внимание на внедорожники. Внедорожникам прописаны характеристики лучшие по передвижению вне населенных пунктов, да, по грязи. Им прописаны характеристики гораздо лучше, чем простому легковому транспорту. Легковой транспорт вязнет. Ну, и чем ниже машина, тем, конечно же, ей будет тяжелее ездить. Ну, а сам транспорт вы сейчас видите. В общем-то, и магазин, и транспорт, и как поставлены освещения на автомобиль. Все очень здорово. Покрасок очень много. Можно смотреть по картиночкам, можно смотреть по параметрам, можно смотреть по цветам. Все, что угодно здесь есть. Магазинчик прикольный. Единственное, что опять, ну, мелковато. Мелковатые надписи, в общем-то, с трудом можно рассмотреть, что там под зеленым написано. Ну, вот опять, придирка у меня только вот по тем, как оформлено, да, то есть по надписям. Все остальное мне очень нравится. Я такого магазина, на самом деле, вижу вообще первый раз. Не видел нигде такого магазина. И интерьер прикольный, и автопрокручивание. Не лагающее, заметьте, не лагает автопрокручивание, да. Я очень много проектов показывал, где пытаешься крутить машинку, а ее дергает как сумасшедшую. Все достаточно плавненько идет. Красивый магазин. Ну, и, соответственно, вот транспорт. Не знаю, успели ли вы рассмотреть цены, опять скажу, да, мелко написано. Место есть, но написано мелко. Не знаю, что экономят разработчики в таких случаях, действительно, не знаю. Для меня это загадка. Есть место, но напиши-то покрупнее. Ну, нет, вот очень все меленько написано. Но, тем не менее, изначальную машину можно купить на подъемные деньги, которые даются на этом проекте. Ну, и, в общем-то, оставим в покое данный автосалон, которых на проекте всего два. Второе показывать не буду, потому что времени на это не хватает. И так ролик уже идет полчаса, а мне еще надо охватить много всего. И вот следующее рабочее занятие, которое я, в принципе, уже показывал. Это работа дальнобойщика с возможностью выкупа машины, приобретения машины. Ну, в общем, если интересно поподробнее узнать про вот этот вот скрипт работы дальнобойщика, то вот по этой ссылочке можете его подробно посмотреть. У меня есть описание данного рабочего занятия, потому что оно действительно стоящее. И на него можно уделить огромное количество времени, если вы зайдете поиграться. Это скрипт дальнобойщика, который очень расширен. Можно брать деньги в кредит, можно выводить из организации, можно покупать свои машины, чинить, нанимать ботов и тому подобное. Очень прикольный скрипт. Как еще раз скажу, вот по той ссылочке можете посмотреть подробное описание этого рабочего занятия. Но меня удивило другое. Посмотрите, где это находится. Я первый раз вижу, чтобы был интерьер вот этого ангара. Да я вообще интерьер ангара вижу первый раз. Смотрите, как прикольно сделан. Выпилен простой стандартный ангар и туда вшита вот эта вот красота, которую мы сейчас видим. Причем здесь все живое. Вот эти ящики, коробки, это все можно передвигать, например, с помощью погрузчика. И вот я, когда здесь находился, мне прямо вот хотелось увидеть здесь работу, например, с GTA Live, да, где я показывал в этом же месте, в этой же локации расположена работа водителя-погрузчика, где мы возим ящики, да. Если ее сюда внедрить, то это место оживет. Будет вообще не таким вот, как сейчас. Мы просто смотрим и радуемся тому, что мы увидим, да. А здесь еще будут, например, основать туда-сюда погрузчики, потому что все ящики, которые здесь стоят, в принципе, можно перевозить. И это рабочее занятие, этот скрипт на погрузчика можно и сюда ввести. Можете посмотреть вот по этой ссылочке, GTA Live, работа погрузчика. Очень прикольно сделано. Вообще в моем рейтинге одна из передовых рабочих занятий. Работа погрузчика. Еще расскажу, вот по этой ссылочке посмотрите. Если ту работу сюда внедрить, будет вообще прикольно, да. Это место действительно оживет. Кто-то будет возить на погрузчике какие-то коробки, кто-то увозит отсюда уже готовые загруженные шаланды. Здорово сделано. Ну, вот таким вот образом это выполнено. Еще раз скажу, что само рабочее занятие, сам скрипт очень интересный. Он вообще как отдельная игрушка. Можно в него только залипнуть, наверное, часов на 10-15. Просто чисто гоняя, вот как дальнобойщик по карте, перевозя разные грузы, зарабатывая деньги, вкладывая эти деньги в свой транспорт. Ну, тут очень интересное занятие. Вот это вот, именно вот это вот. А его я показывал и на проекте Виндетта, и на проекте Оазис. Но там я все время говорил, да, что мешают шлагбаумы. И посмотрите, на этом проекте, на этом сервере убраны все шлагбаумы. По всей карте, куда бы вы ни заехали, где раньше стояли шлагбаумы, и их убрали. Почему это сделали? Я это говорил на той же Виндетте, на Оазисе, что машину здесь можно повредить. И если у вас на пути будет 4-5 шлагбаумов, да, которые не поднимаются, которые вы сбиваете своей машиной, да, машина помирает. Потихоньку помирает. Ей много ударов не надо. И здесь это поняли. И убрали все шлагбаумы. Теперь, куда бы вы ни заезжали, шлагбаумов нет. Нету также и ворот. К сожалению, есть сдвижные ворота, но которые, я так понимаю, что убрать просто невозможно. Все остальные ворота, которые мешались, их убрали. Это замечательный ход со стороны разработчиков. Ну, а минусом этого рабочего занятия является то, что вместе с этим скриптом на проект приходят определенные баги. Я их замечал и на проекте Виндетте, и на Оазисе, где показывал и рассказывал про это рабочее занятие очень подробно. Но дело в том, что когда вы едете в основном пустой, машины вокруг, трафик, вас воспринимает то ли как скорую помощь, то ли как полицию, не знаю. Но они начинают вести себя неадекватно. Останавливаться, прижиматься вправо, влево, неадекватно перестраиваться. Тем самым мешают вам спокойно ехать. Не знаю, можно ли это исправить или нет, но этот баг я замечаю уже вот на третьем проекте. А в целом, очень интересное рабочее занятие. Но на данном проекте есть еще одна работа дальнобойщика. Да-да, есть вот этот вот скрип дальнобойщика, а есть еще одна работа дальнобойщика, которая в принципе сделана попроще. Конечно же, нет никаких уровней прокачивания, открытия нового опыта. Это просто работа дальнобойщика. Но она тоже интересная. Выполнена она вот таким вот образом. То есть, то, что вы сейчас видите. Но здесь у меня есть придирка не только по менюшке, которая тоже мелковато, конечно, написана, но по категориям цен. Здесь есть негабаритные грузы. Это очень интересная категория. Сейчас мы ее посмотрим. Но она почему-то оплачивается в средней категории. Есть гораздо дорогостоящие заказы, которые не стоят того, потому что сейчас вы увидите, какой это груз. И вот он сейчас перед вами. Вот такую вот штукенцию нам надо провести через всю карту. И это действительно сложно, я вам скажу. Она никуда не вписывается. С ней сложно поворачивать. Она длиннее. Она шире. Она выше. Надо еще продумывать, где ты поедешь. Ехать просто по маршруту, который тебе прокладывает навигатор, не всегда лучшее решение. Потому что навигатор может провести там, где ты не развернешься. Это действительно интересная штука. Я первый раз вижу негабаритные грузы в ГТАшке. И вот оно перед вами. Я же лично, когда занимался этой работой, пробовал повозить что-то негабаритное по этой карте. Я уже сказал, что я никогда этого не видел. Мне пришло в голову вообще, что это можно сделать как отдельное рабочее занятие. То есть действительно негабаритные грузы. Перевозка негабаритных грузов через всю карту. Привязать к каким-нибудь более-менее интересным точкам. То есть если мы везем какую-нибудь здоровенную лодку, еще что-нибудь. То это в порт или еще куда-нибудь. В тот же поле, то в Бэй куда-то. Но в принципе из этого можно сделать действительно интересное занятие. Именно по перевозке негабаритных грузов. Как это есть в реальности. В реальности на самом деле этим занимаются специальные организации. Перевозка негабаритных грузов. То есть не любая организация может этим заниматься. И вот я подумал, что в принципе из этого может вырасти отдельное рабочее занятие. Именно по перевозке негабаритных грузов. Ну и вот таким вот образом это выглядит. Вы можете заметить, что я вот въезжая, например, на эту территорию, сбил охранника. И он вызвал полицию. Да, здесь это реализовано. Я уже говорил в начале ролика, да, что если вы обидите какого-нибудь NPC-шку, да, он может вызвать на вас полицию. То есть, если вы отожмете в него машину, вас будет искать полиция. От которой, как и в простой синглплеерной версии, можно просто удрать, в принципе. Но вот так вот это здесь выполнено. Ну и надо сказать, что как выполнено, да и вообще это рабочее занятие мне очень понравилось. Но надо двигаться дальше. И дальше я хочу посмотреть, как здесь реализована система частной занятости. Для этого я поехал, купил лицензии на переработку каких-то ресурсов, на рубку деревьев. Есть еще на охоту, на рыбалку, там еще что-то есть. Но на все у меня просто не хватило денег. Ну и я вам говорил, что для того, чтобы двигаться по пересеченной местности, вам нужен внедорожник. Потому что на легковушке вы практически нигде не проедете, кроме шоссе. Для этого я, естественно, раздобыл себе вот такого вот джипика, на котором мы и поедем. Но для этого нужно посетить магазин. С магазинами здесь не все в порядке. Потому что, ну, например, телефон можно купить только в оружейном магазине. Эта идея мне вообще в голову не пришла. Я искал все, что угодно, только не оружейный магазин, в котором продается телефон. Ну и дальше нам нужно купить инструменты, которые здесь тоже есть. Топор нужно купить, нужно купить кирку. И что мне понравилось, здесь есть интересная схема. Вы покупаете лебедку. Для того, чтобы ее установить, вам нужно купить гаечный ключ. И можно устанавливать на автомобиль лебедку и таскать другой транспорт. Но, к сожалению, у меня нет своей машины. А машину, которую я здесь раздобыл, видимо, сервер ее просто не видит и ничего на нее не устанавливает. Но это не моя машина, поэтому я не смогу. Но посмотреть, как это работает, мне очень хочется. В дальнейшем, наверное, зайду и посмотрю, как же это устроено. Я не видел такой системы ни на одном проекте. Чтобы на машину устанавливалась лебедка, и можно было либо вытаскивать себя, либо вытаскивать кого-то. Очень хочется на это посмотреть, как же это реализовано. Ну, выдвигаемся в сторону добычи ресурсов. Самих же ресурсов на проекте очень много. Я же выбрал только вырубку древесины и добыча каменного угля и камня. Есть еще газ, по-моему, еще топливо есть, еще есть охотничий промысел. В общем, много всего, но я выбрал только вот это. На этом мы и остановимся. Точкой выбрана вот эта вот локация. Здесь же и вырубка леса, здесь же так называемый офис шахтеров. Для чего же он нужен? Для того, чтобы включить маркеры на карте. То есть в дальнейшем, когда вы уже будете знать, где находятся эти точки по добыче, вам уже сюда приезжать не обязательно. Но впервые вы приезжаете сюда, включаете маркеры и уже потом едете на эти маркеры, которые загораются на карте. Изначально их нету. Но это необязательная схема. Как я и сказал, если вы запомните, где это находится, включать их не надо. Ну и выдвигаемся дальше. Ну и тут я должен сказать, что топора я не нашел. Я побегал по этим охотничьим, не охотничьим, а оружейным магазинам. Топора я не нашел. Но вы, наверное, это видели, я вам показывал магазин, топора там не было. Поэтому я только посмотрел, как выглядит эта зона, где надо будет рубить деревья. Выглядит так себе, потому что эти деревья мерцают. Видно, что они добавленные. Это не родные деревья, не ГТАшные. Их сюда натыркали. Ну и они мерцают. От них отходишь, они пропадают. Подходишь, они начинают появляться. Так себе сделанная локация. Ну и выдвигаемся на добычу угля. Первый я выбрал уголь. Зачем? На тот момент я еще и не знал. Но поехали туда. Естественно, что в локации выбрана вот эта вот шахта. Но это даже, наверное, не шахта. Это, наверное, Штольня больше будет называться. Что же здесь мне понравилось? Понравилось то, что не надо бегать по точкам. Да, я все время говорю и бомблю на то, что зачем вы делаете так, что бьешь по одной точке, потом через 50 метров загорается другая. Туда бежишь? Нет. Здесь просто стоишь на одном месте и нажимаешь периодически клавишу взаимодействия. Вот и все. Включается анимация. Посмотрел. Нажал клавишу взаимодействия. Включилась анимация. Посмотрел. Автоподбор сразу же падает тебе в рюкзак. Да. И вот тут я говорил, что багажники у автомобиля достаточно важное решение. Да. На этом проекте. И действительно, чем больше у машины багажник, тем больше вы этого угля или камня насобираете. Поэтому я и говорил в автосалоне, что необходимо было бы и туда тоже внедрить какой-нибудь показатель багажника. Потому что берешь ты багажник, в общем-то, как бы на свой страх и риск. Большой багажник у машины или небольшой информации нет. Ну и в этом джипике оказался достаточно вместительный багажник. Ну и вот как выглядит добыча угля. Далее передвигаемся дальше на карьер, чтобы добыть камень. И опять заметьте, нету шлагбаума. Я уже говорил, да, на всем проекте убрали шлагбаума. Молодцы, хорошее решение. Ну а вот как выглядит добыча камня, мне понравилась не особо. Я не вижу смысла вот в этих вот появляющихся камнях. Можно было бы сделать точно так же, как и в штольне. Горит маркер, подходим, нажимаем взаимодействие и все. Здесь уже есть камни. Они уже здесь нарисованы на карте. Можно просто поместить маркер на этот камень и все. Потому что вот эта постоянная прорисовка камней серверу, мне кажется, все-таки обернется боком. Если сюда зайдет человек, например, 5-10, да, и эти камни начнут пропадать, прорисовываться, пропадать, прорисовываться, ну не очень хорошо это будет для сервера. Ну и выглядит это вот таким вот образом, как вы сейчас видите. Но здесь же мне опять же пришла в голову идея, ведь здесь стоят, например, техника, да, те же бульдозеры. И вот эти камни, которые прорисовываются, можно было бы тоже использовать, например, на этом бульдозере, эти камни таскать там, не знаю, в дробилку, например, толкать просто ковшом. Интересная задумка, но вряд ли это где-то будет реализовано. Хотя нечто подобное я видел на проекте Тайкун, ну на который теперь уже не зайти. Там была работа бульдозериста, и он как раз-таки толкал вот такие вот камни в какое-то место. Прикольно было сделано. Это здесь тоже есть, этот трактор можно использовать, правда здесь он закрытый. Ну а вот как выполнена добыча камня, вы сейчас видите. Передвигаемся дальше. Чтобы из этого камня получить конечный продукт, надо его отмыть. И вот тут опять играет роль машина, на которую вы поедете. Мне сразу же сказали, что на легковушке сюда несусь, ну и вы видите почему, да. Мало того, что здесь сельская местность, нет дороги, да, так здесь еще все и размыто. Этот джипик справляется с этой дорогой, а легковушка здесь засядет. Поэтому, занимаясь подобной деятельностью, да, частным предпринимательством, вы должны понимать, что на легковушке сюда лезть не стоит. Ну и вот таким вот образом сделана отмывка камней. После отмывки камней мы передвигаемся дальше. Ну и естественно это будет сталелитейный завод. Вот, локация хорошая, добротная, в общем-то походит и по смыслу, и по антуражности. Здесь начинается переплавка. А вот что будет в результате переплавки, это сплошной рандом. Может повезти и выпадет золото. Самое крутое, что может вам выпасть, это бриллиант. Но это очень редко, мне ничего из этого не выпало. Мне выпало медь, выпало железо, немножко золота, ну и в общем-то вот. Но надо сказать, что я и фармил недолго. То есть если этим заниматься посерьезки, взять какой-то себе вместительный автомобиль, грузовик, то в принципе зарабатывать здесь можно. Можно, я бы даже, наверное, сказал нужно. Но опять надо сказать, что никакой зависимости от вашего уровня здесь нет. Поэтому вы с первых минут можете получить права, взять какую-то машинку, да, и заниматься вот этим вот. Я уже об этом упоминал в этом ролике, что, ну, все-таки, когда нет привязки, человек выбирает самое интересное и занимается этим. Ну и начинаем смотреть дальше. После того, как вам выпало что-то, там мне выпало железо, медь и немножко золота, мы едем к ювелиру и это все дело пытаемся продать. Вот, ну, только вот задача в том, что я подъехал на точку, которая обозначена на карте. Она нарисована, вот этот тут бриллиантик, да, написано, что это точка по продаже. Но что бы я ни делал, сколько бы я ни бегал, ее нету. На карте она есть, в списке она есть, куда мне надо ехать, да, а вот продать я здесь ничего не могу. На табличке написано, что это скупчик, что он принимает, но его здесь нету. Вот просто нету и все. Что я только не делал, я лазил на крыше, я бился в ворота, я бегал вокруг этого здания. Его здесь нету. Куда мне все это добро дать? Сдать, вернее, я не знаю. Вот что за недоработка такая? Видимо, это еще никто не тестировал. Я, наверное, первый, кто этим начал заниматься. Но иначе бы это уже дошло до, так сказать, рук разработчика, и они бы знали об этом косяке. Но вот нету, точки продажи, к сожалению, нету. Ну, а на самом деле очень жаль. Хотелось бы узнать, какое место в экономике вот эта частная деятельность, частное предпринимательство занимает на этом проекте. Может быть, этим и не стоит заниматься, а может быть, это очень доходное дело. Бог его знает. Так я и не узнал. Ну, а в целом, если говорить про проект, то мне очень понравилось. Да, он еще в каких-то местах, как мы его уже увидели, сыроват. Что-то можно подпилить, надо еще добавлять в магазины, да еще много чего. Но он уже играбельный. Вот что меня радует, что он хоть еще только-только открылся и тоже имеет статус ОБТ, но он уже играбельный. В принципе, здесь уже можно существовать, играть. И каких-то вот глобальных косяков, ну, за исключением вот этого, что нету точки продажи, да, я не нашел. Есть несколько косяков по интерактивности. Так, например, я не стал показывать банкоматы, но банкомат работает, но курсор не выскакивает. А так как не выскакивает курсор, вы не сразу поймете, что, оказывается, это интерактивное меню. Вы нажимаете букву «И», а дальше должно быть действие все связанное с курсором. Но курсор не появляется. И поэтому я только в самом конце понял, что деньги с карточки можно снимать. И также их туда можно вложить. Но я думал, что банкоматы просто отключены. Ну, вот таких вот косячков много, но это только еще открытие проекта. И в целом, если говорить про проект, то он играбельный, и он мне очень понравился своим решением. Многое еще в разработке. Так, например, сейчас нету такси. Его вообще нету. Над ним разработчики работают, чтобы внедрить его сюда уже без багов. Так как это 5М, здесь есть боты, поэтому на такси можно будет возить ботов. Но вот с ботами-то как раз и связаны все проблемы. Поэтому сейчас разработчики над этим работают. Работают над каршерингом или над арендой транспорта, которого тоже нету, который надо внедрять. Пока еще остановились на простейшем телефоне, который вы можете встретить на любом проекте 5М. Я, например, не сторонник этого телефона. Он на самом деле просто как камень. С него можно звонить и можно не звонить. Вот и вся его функция. Поэтому хочется надеяться на то, что разработчики будут продолжать именно вот то направление, в котором они начали. А начали они достаточно неплохо. Надо сказать, что все скрипты, которые я здесь увидел, они интересны. А я и вам многое не показал. Здесь есть огромное количество еще тех работ, которые я не смог сюда запихать. И так уже на 40 минут растянулся ролик. Здесь есть и сбор наркотиков. Причем наркотики можно добывать, можно их перерабатывать и продавать самим NPC-шкам. Прямо стоять на углу и барыжить этими наркотиками. Это тоже очень интересно. Есть сельскохозяйственное развитие, которое я тоже не смог показать, потому что времени не хватает. А там это занимает достаточно продолжительное время. Много чего. Еще есть добыча нефти, есть подводное оборудование, тоже, видимо, для чего-то нужное. Много чего я не смог показать. Проект действительно огромный. И то, как он развивается, мне на самом деле нравится. Хотелось бы, чтобы разработчики не останавливались и шли именно по этому пути, который они выбрали. Путь интуитивности и понимания на этом проекте. То есть, когда вы заходите, как я в самом начале говорил, да, все, в общем-то, понятно. Всплывают окошечки, есть клавиши помощи, много чего интересного. И много интересных скриптов, которые мне тоже понравились. Ну и будем на этом заканчивать. Если вам понравился проект, обзор, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok